в последнее время прибавилось работы у маляров теперь рисуют не только граффити но и такие вот странные надписи в данном случае это ссылка приглашение здесь предлагают работу закладчика в числе потенциальных жертв любой желающий заработать деньги и проблемы и вот что нужно знать тем кого прельстил такой вид заработка закладчики это рядовая пехота наркобизнеса пушечное мясо с которым никто не считается беспечность которой они соглашаются на эту работу не позволило им открыть уголовный кодекс и прочесть несколько строчек чтобы поинтересоваться тяжестью наказания которая их ожидает за это занятие большинстве своем они начинают раскаиваться после того как уже несколько месяцев проведут в сизо тогда да они осознают что свободы лишены ограничены во всем жесткая дисциплина режим однако несмотря на большие сроки желание заполучить легкие деньги фактически полностью лишает таких людей чувство самосохранения и новые закладчики выходят на улице с очередными свертками наркотиков остановить этот поток силами только правоохранителей задача непосильная чтобы понять что мы заметили лицо причастное к размещению закладок в тайниках достаточно обращать внимание на молодых людей как правило возраст средний 20 22 года бывают совсем юные 16 17 которые ведут себя настороженно оглядываются по сторонам подходят к различным полисадником присаживаются к ним что-то закапывают после этого отходят фотографируют на мобильный телефон к слову неравнодушие бдительные жители региона уже помогли задержать наркодилеров тщательно продуманную преступную схему сломал всего лишь один звонок в милицию а в оперативную дежурную службу реческого ровды мы поступило сообщение от жителя частного сектора города речицы о том что неизвестно и роется в кустах в траве и под деревьями возле его дома по данному сообщению первыми выехала группа сдержание департамента охраны а молодой человек при виде милиционеров бросилась обижать и выбросил часть свертков которые находились у него в кармане в канализационную трубу его еще четверых подельника в возрасте 17 18 лет задержали все они розничные дистрибьюторы интернет магазина по продаже наркотиков общее количество изъятого у них более тысячи разовых доз психотропа согласно статистике большая часть наркотиков и психотропа в стране распространяется с помощью интернета там же вербуют и минеров сбытчиков в общем преступность сильно продвинулась вперед однако правоохранители тоже не отстают за прошедший год только в нашем регионе было выявлено порядка 700 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков из них 285 сбыт кроме того за это время оперативниками было перекрыто более полутора десятков каналов поставки наркотических веществ и психотропных средств все это говорит о том что проблема никуда не ушла и актуально до сих пор алексей немкевич василий осипцов и андрей иванов специально для программы де факта наркопреступность не стоит на месте и стоит лишь на мгновение ослабить контроль как появятся новые схемы наркотрафика увеличится количество наркодилеров и тех кто играет лишь скромные роли пешек в этой игре о том как защитить нашу молодежь от наркотиков и как выглядит картина наркопреступлений в гомельской области поговорим с официальным представителем овд гомельского облсполкома виталием пристромовым виталий валерьевич здравствуйте здравствуйте александр здравствуйте уважаемые телезрители в последнее время в сводках управления внутренних дел можно наблюдать о том что довольно часто фигурируют факты о распространении наркотиков можно ли говорить о том что и наблюдается какой-то рост этих преступлений на самом деле органы внутренних дел в состоянии контролировать ситуацию сфере незаконного оборота наркотиков если сравнивать два месяца этого года и прошлого то у нас зарегистрировано 163 преступления на одно преступление больше по сравнению с прошлым годом поэтому в целом мы продолжаем активно противодействовать наркотикам и у нас уже есть конечно же конкретные примеры в частности перекрыто три канала поставки через республику беларусь наркотических средств это за этот год то совершенно наверное именно в этом году уже пытались провести марихуана в частности такой факт был в инковичах а также в суде рассмотрены материалы уголовного дела и восемь членов преступных группировок осуждены к уголовной ответственности на мой взгляд молодежь активно вовлекается в эти виды преступлений почему так происходит действительно среди молодежи очень часто распространяются наркотические средства и это связано с тем что зачастую родители не уделяют достаточно внимания воспитанию второе конечно же это низкая духовность и где-то какие-то устои которыми пренебрегают молодые люди третье конечно можно сказать о том что окружение и те сверстники которые общаются и которые уже где-то употребляют наркотики они предлагают своим друзьям также попробовать потому что это наверное модно потому что это любопытно интересно и конечно же после того как они употребили они становятся наркозависимыми и на сегодняшний момент это интернет это безграничное пространство где на различных запретных и запрещенных интернет сайтах можно приобрести вполне по доступным ценам наркотические средства которые потом употреблять уже но ведь многие молодые люди знают что это опасно знают что вовлекаться в наркооборот тоже нельзя потому что грозят большие сроки ответственности почему все таки это происходит на ваш взгляд на мой взгляд это происходит потому что сегодняшнее поколение да поколение z как его называют живут по формуле здесь и сейчас то есть им предлагают определенные деньги за те же самые закладки за реализацию наркотиков которые не получают и сразу тратят наши дети они не хотят жить и думать о том что будет завтра они хотят жить сейчас и получать все от этой жизни именно сейчас конечно же органы внутренних дел не стоят на месте практически в ежесуточном режиме мы работаем мы изучаем каналы поставок в том числе и через есть интернет мониторим ситуацию наша цель максимально ограничивать именно каналы поставок республику беларусь наркотических средств но в том числе мы конечно же работаем не только с покупателями но и продавцами смотрите за прошлый год было закрыто 36 интернет кошельков которые использовались для того чтобы продавцы получали деньги от покупателей за незаконный товар мы вышли с предложением и были закрыты 16 интернет площадок на которых предлагался наркотик как для реализации как для изготовления и для других целей то есть наша работа конечно же это не только выявление но и профилактика то есть 36 кошельков это те кошельки которые открывали молодые люди когда становились закладчиками так понимаю нет 36 электронных кошельков это те кошельки которые использовали продавцы так называемые интернет операторы и покупатели посредством перевода на них реальных денег могли потом опять же поднять эту закладку и уже употребить а а